Уважаемые друзья, здравствуйте! Вы находитесь на канале питомника Хвойный Дворик и с вами Евгений Филимонов. Прежде всего хочу поздравить всех с Новым Годом, пожелать всем всего самого наилучшего, вашим семьям, близким, родным, всего-всего того, что вы сами себе хотите, ну и естественно здоровья. А речь пойдет сегодня в нашем ролике о подарочной елке, елке канадской коника, которую обычно дарят на Новый Год, которая обычно продается в супермаркетах. Сейчас мы проделаем некоторые манипуляции, чтобы она у вас жила долго и радовала вас своим. Ну я буду это все делать в теплице, она будет расти в теплице, потом я ее весной пересажу в грунт и я думаю с ней все будет в порядке, как я делал уже неоднократно со многими растениями. Такой ролик у меня есть, ну сейчас мы развиваем канал Дзен, поэтому туда тоже нужен такой ролик. И еще вдобавок я вам расскажу, что делать, в принципе то же самое, если вы купили растения в сезон, да, в горшке, в контейнере, перед посадкой в грунт, что надо с ним сделать? Желательно. Она будет и так у вас расти, я не пугаю вас, но если вы это сделаете, лишним не будет. Уже стопроцентная приживаемость вам гарантированно. Первый год, когда растения вы посадили, поливайте очень хорошо. Итак, начнем. Для начала мы разведем корневин. Разводим корневин. Ну, пакетик 10 грамм разводится на 10 литров. Это всем, я думаю, известно. Так, это развели, пока в сторону, теперь просто. Ну, размешиваем вот так, можно палочки помешать, но смысла тут большого нет. Выливаем в ведро. Вот у нас корневин, можно еще раз. Ну, у нас, в принципе, корневин разведен. Грунт у нас обычный идет, чернозем, но покупной грунт я универсальный беру, цветочный, в принципе, нормально. Чернозем, песок, ну, вермикулит еще добавляю. Так, теперь мы берем растение. Растение. Горшок П-9. Корневая, вот видите. Перед тем, как садить в грунт, можете залить этот горшок, вот так вот, корневином разведенным поставить, чтобы постоял 2-3 часа, а потом сажать уже в грунт. Любое растение, туя, пихта, то, что вы купили, то, что вы приобрели. Ну, а мы сейчас будем, ну, ставим вот так, смотрим. Ну, чуть-чуть земли можно добавить сверху, чуть-чуть земли, потом ставим сам горшок и вокруг насыпаем. Ну, земли нам не хватило, но ничего страшного, сейчас мы возьмем. У меня тут есть. Теперь наливаем в емкость, заранее, которая приготовлена, горшок для горшка, и ставим ее. Сейчас еще подвинуем. Ставим ее, окрунаем, еще, наверное, добавить. Да, он у вас плавать будет, но желательно утопить его. Сейчас он наберется, наберется, намокнет, все нормально будет. В принципе, можно опрыскать его. Вот так, не делайте, как я. Сейчас мы опрыскиваем. Вода все равно попадает. Вода все равно будет проникать в горшок, и она будет настаиваться через дренажное отверстие снизу. Да, видно, как она уходит, но сейчас мы посмотрим, подождите, секундочку, сейчас все уйдет. То есть вот она стоит в горшке, то есть так надо, чтобы она постояла примерно около двух часов. Двух часов так постояла, а затем вот такой у вас появляется, получается. Видите, здесь земля укладана, уже все нормально, растение уже растет. Любой горшок, вот можете видеть, что здесь пойдут пузырьки однозначно. Любой горшок, который вы купите, поставите в воду, надо вам в воду поставить примерно вот так. Он не пропитывается, если вы поливаете сверху, он никогда не пропитывается толком. Для этого такие манипуляции. КОНЕП 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 Ну, данный момент мы поставим, поurgем обратно можно будет провести легарный горшок. Мы поставили горшок и раствор с корневином, теперь приблизительно два-три часа он будет стоять. Когда пропитается, мы его оттуда достанем. Мы пока что возьмем этот отставим, пусть пропитывается, мы возьмем второй. Еще раз покажу, видно будет, вот выходят пузырьки, они должны выйти все, после этого вы должны будете пересаживать, желательно раствор с корневином. Так, это сюда мы нальем сейчас еще корневина, сейчас еще возьмем горшок один, контейнер, опять же трехлитровый, дренаж у нас. Шишка, опять насыпаем чуть-чуть земли, вот так где-то. Потом достаем растение, это уже замоченное, но лучше замачивать потом конечно, потому что может ком распасться и вам неудобно будет. И при посадке, когда тоже очень аккуратно сажайте, чтобы ни ком, ничего не распалось. Вот так мы спасаем елочку, а потом на светлое место, на светлое место, в теплом, дома можно на подоконнике спокойно она выдерживает. Единственное, ну сильно под батарею конечно нежелательно, а так температура в районе 20 градусов, она нормально выдерживает, ну естественно при отпрыскивании. Ну вот так поставили, ставим в емкость чуть побольше, чуть побольше в емкость и заливаем раствором с корневином. Конечно же она сейчас уйдет. Мы доливаем, постоянно и много. Так, ну вы можете видеть, что это стоит у нас, но здесь я просто землю не сырую взял, поэтому его надо будет потом сполоснуть, но здесь ничего страшного, здесь земля сырая, сейчас раствор уйдет с корневина, мы еще будем доливать. Или чтобы было побыстрее можно сделать вот так вот, пока что поставить, налить сюда раствор с корневином. Я думаю этого хватит, даже много, сейчас посмотрим, вот сразу видно, что пузырьки пошли. Вот еще удалить. Все, пустите два товарища стоят. Набираются влаги живительной, мы с вами их опрыснем чуть-чуть. Заодно и руки сполоснем. Ну, примерно, я не знаю, пару часов им надо, чтобы постояли. И дальше продолжим. Итак, постояли у нас корневини они, теперь мы сейчас опрыскаем их. Где-то добавим земли, где-то помоем горшочки. Смотрите. так теперь мы что у нас опрыскали ну чуть-чуть сдвинем их сюда так вот это у нас корневин разведенный у нас осталось две елочки но они чуть покрупнее но горшок будем сейчас в общем повторим для того чтобы пересадить в более крупный горшок нам нужно сначала утопить елку а мы не так сделаем ставим сюда наливаем корневин или даже просто воду пусть стоит вот примерно около двух часов эти постояли уже я из вытащил и благополучно где-то около двух часов пузырьки надо чтобы все вышли даже если вы сажаете ее она будет плавать можно что-то подложить сюда чтобы потяжелее поставить чтобы она не плавала стояла и можете сажать в грунт если вы сажаете в грунт сейчас мы будем пересаживать естественно же в горшки ну мы в горшки будем пересаживать хоть эта елка и побольше но в такую же такие же 3 3 литровые длинаж напомню у нас шишки туи восточной но опять же вы можете использовать вы можете использовать хоть что хоть тую восточную хоть камни хоть сипу то есть можно использовать все так две сюда не влезут до большеватый будет ну ладно но я ими займусь сейчас я это установлю или он наберется в конце концов воды когда ком пропитается он довольно таки по-моему тяжелая вещь все вот так она стоит пусть стоит пару часов я уже пересажу уже без вас как бы все это будет пересажено ну давайте опять же повторим то есть вам подарили елку ель коника обычно или что-то другое ну в горшке горшок он будет вот такой корневая у него вот видите какая корневая на первый взгляд кажется да хорошая красивая все очень мощная корневая но на самом деле там примерно 30-40 процентов корней они погибшие поэтому нам надо сделать такую манипуляцию можно просто воду можно просто в горшок не пересаживая конечно но это сильно сильно довольно таки маленький горшок для такой ели обязательно надо пересадить и эти тоже которые мы пересадили тут тоже желательно их тоже вот они спокойно пойдут и к маю они будут нормальный берем горшок побольше ну тоже я для этих тоже 3 литров взял сюда нацепаем дренаж ставим в корневин на два часа потом пересаживаем ставим с горшком ну вместе вместе с горшком тоже ставим корневин постояла чуть-чуть вытащили потом светлое место на подоконник температура не более 20 градусов должна быть опять же там должно быть у вас проветривание какое-никакое опрыскиваем по хвои и раз в месяц обязательно топим горшок в воде в воде или в корневине но я обычно в воде топлю первый раз корневине а потом уже в воде и до мая она растет а там в мае в апреле ну там уже как смотря по погоде я пересаживаю это все в грунт грунт в тень единственная проблема у елки коники канадской это то что она горит весной особенно она очень хорошо горит поэтому надо чтобы она подросла я сажаю их обычно в полутень полутени они довольно прекрасно растут а и и Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые друзья, вот и все. С вами был Евгений Филимонов и вы были на канале Питомника Хвойный Дворик. Всего доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok